Серж Корсаковский. ВАЗ-2101. Копейка. Емористический рассказ. Читает актёр Костя Сухан. Да с рамой треснувшей. С тобой беседую. Кстати, а ты кто? Сюда как попал. Да вижу, вижу, что иностранец. Во, блестишь весь. Колёса красивые, всесезонные. Морда, правда, твоя помятая. Но это неудивительно. И салон же за километр каким-то пойлом несёт. Иноземным. Да закуской. Правда, нашей, но тоже хорошей. И не оправдывайся. Сюда, где мы стоим, зря не привозят. Я тоже думал, в шинмонтажку поволокут. А нет, сюда, на штрафстояночку. На въезде прочитал, удивился даже. Кстати, забыл тебе представиться. Жигулия. Копейка. За что меня сюда? Да ни за что. В люк влетел. Крышку, видимо, в металлолом уволокли или поставить забыли. Не знаю. А чайник, который сегодня во мне сидел. Соплек. Не рассчитал скорости и въехал колесом в яму. А башкой в стекло. Хе-хе. Ишь, треснувшее оно. Да и у тебя тоже. Вижу. Ну, а когда доблестные, смотрящие за правилами, приехали, оказалось, что у моего лихача нет ничего. Ни прав, ни денег, ни совести. Да и лет малы. Поэтому сюда, думаю, ненадолго. Зачем меня здесь держать? Денег за меня много не возьмешь. Мы нынче не модные. Теперь вы бал правите. Финансовый. Иностранцы. А помню, как много лет назад пригнали меня с завода. Красивый. Зелёный. Да не про возраст я, про цвет. Впрочем, по годам я тоже зелёный был. Но, в общем, пригнали меня с завода к... Как... Как ты сказал? К хозяину? Ну, ты кусок железа. Хе-хе. К хозяину. Запомни, чудовищи наземные. Это мы хозяева. Мы, а не они. Хотя они, кто в нас сядут, считают иначе. Но не думают о том, что не мы на них молимся, а они на нас. Холят, велеют, оберегают, чтобы обладать нами. Многие из них готовы нарушить все заповеди. И нарушают их. А мы заставляем их это делать. Мы настаиваем, чтобы нас содержали в чистоте и порядке. Чтобы заправляли лучшим топливом. Чтобы раз в год возили к лучшим механикам. И вообще, наслаждались общением с нами. А ещё... Впрочем, что ещё? Ладно, пропустим это. В общем, пригнали меня зелёного с завода. К моему первому шоферюге. Радости было! Я вообще во дворе первый был. Чё, не веришь? Правду говорю, первый. Это сейчас. На вертолёте только можно припарковаться во дворе. А раньше не. И скорой могла заехать. Тьфу-тьфу, и пожарка. Стояла пара мотоциклов, и всё. И я встал. Но не на газон, как вы сейчас. И не на детскую площадку. Чего моргаешь? Да-да, на площадках дети играли. А встал на дороге, что вдоль дома. И проблем не было сначала. Потом появились. Кричать стали. Мол, с колясками не пройти, да детишкам не поиграть. Не побегать. Пришлось гараж строить. Ну и... Подожди, подожди. Идут чё-то сюда. Эти. В погонах. О, встали. Слышь, чё говорят? БМВ-ты. Хе-хе. Знал? Вижу, знал. А водила твой? О, какой он. Судья, оказывается. Местный. А то, что он пьяный за руль сел, это простительно. Это нервы. От справедливой и бескорыстной работы. И то, что бабушку на пешеходном переходе зацепил, не считается. И за морду твою битую водила семёрки заплатит. Нет, не заплатит. Не сможет уже. В общем, спас тебя твой водила от неприятностей. Заберут тебя отсюда скоро. Домой. Чудовище иноземное. Чего дальше было? У меня, спрашиваешь? Дальше гараж построили. Деньги были. У меня мой шапирюга не хухры-мухры был. Мясник. Или официант. Путаюсь я. С торговлей был связан. Точно знаю. Чего-чего? Ворюга? Вот ты урод. Да у нас машину любой мог купить. Но у кого деньги были? Мясники там, моряки. На севере кто работал? А остальные? Остальным ни к чему было. Да и мало нас было. На всех не хватало. Поэтому на автобусах, на метро ездили. Да-да. А за хлебом пешком ходили. В общем... Тихо. Тихо. Чё-то работяга местный крадётся. Хе. Ну и рожа. Ну и рожа. Синяя какая-то. Фу. О-о-о. А чё это он сказал, что колёса у тебя лишние? Их же четыре всего. Где лишние-то? А вон и друган его идёт. Кирпичи и зачем-то несёт. Ладно. Пусть они суетятся с тобой. А я продолжу свой рассказ. Чё говоришь? Разувают тебя! Ну, ты чё хотел? Чтоб меня разули. Хе-хе. Да моими колёсами хоть вагон нагрузи. Попробуй отдать бесплатно. Устанешь. Кхе-хе. Ой. Извини. А твои-то вон колёса чё. Сказочные. Чем работяги воняют, спрашиваешь? Рассолом огуречным? А ты чё хотел? Чё пакай-рабанай? Хе-хе. Терпи. Скоро уже. Что спрашиваешь? У всех ли такие ведра были, как я? Нет. Не у всех. Руководство и прочие большие люди ездили на чёрных машинах. Волгами назывались. Прекрасные автомобили. Мой тоже хотел купить, денег не хватило. У кого хватило? Да были хорошие люди. С носами большими. Вот те на Волгах ездили. Это чуть позже. Когда вас приволокли из-за моря, Волги ушли в небытие. А так их много было. Такси. И у носатых. Правда, у нас был сосед с нормальным лицом. Но тоже чёрную машину имел. Работал где-то на кладбище. Видно, клад нашёл и купил. Потом у него машину какие-то ребят забрали. А его там на работе, кажется, и закопали. За долги, похоже. Не знаю, правда, за какие он же, клад нашёл. Ну и ладно. А этот малолетка, что в люк въехал, моего первого водила внук. Любимый. Он меня без разрешения взял. Ты знаешь, какая нынче молодёжь? Во-во. Безголовая. Или наглая. Не все, не все. Но много. Этот такой. Слушать ничего не хочет. Вон у меня за домом дорога. Так они там гонки устраивают. Как в Формуле-1. И в центр все метят доехать. Ничего не боятся. А чего им трястись? У них мама и папа, простые слушающие... Ну как это? Вспомнил. Ведущие, слово иноземное... Менеджеры. Где, спрашиваешь, менеджеры? Да газом торгуют и колбасой ливерной. В общем, работа тяжёлая. Пусть хоть дети этой тяжести не ощущают. А дети и не ощущают. На всех и вся плюют. Во. Ты уж на кирпичах стоишь. Как памятник. Нелегко им твой колёс снести. Все. За дом занесли. Слушай, иноземец. А ведь этот в погонах с окна-то видел всё. За занаведку спрятался. Хо. Идиот. Головой качает. На кирпичи смотрит. Чё-то говорит. Не слышу. Эээ. Наверное, говорит, что найдёт их, ворюк. А чё их искать? Вон стоят, курят у двери. О-о-о. Ушёл. Да, вижу, вижу. Дворники снял. Ну, те сейчас они не нужны. Куда поедешь ты без колёс? Хе-хе-хе-хе. С ворной битвой. А он дома их, наверное, на телевизор прицепит. Зачем? Слюни стирать. Мой, когда телек посмотрит, всегда сильно плюётся. На пол да на стёкла. А, ну да. Раньше, я тебе говорю, проще было. На весь город три машины. Ладно, ладно, вру. Четыре. Да бензин копейки. А сейчас я слыхал, солярка дороже ракетного топлива стоит. Почему так? Да не пойму. Мне правда всё равно теперь, я мало езжу. Рулевой чаще болеет сейчас. Стареет. О-па. А это, кажется, к тебе подъезжает. О-о-о-о. Ё-о-о. Красивая машина. О-о-о. А народу сколько. Вот эти двоих я видел. Ты тоже? Ну да. Они из страховой компании. А мужик вон тот, в шляпе. Судья твой. Нет, говоришь. Друг семьи. Понятно. А девочка? Ну что из-за руля вылезла? Любимая дочка, любимого папы. Где, где учится? В Лондоне. Там и живёт. Отсюда как плохо. Один дома. Если б не работа, не друг семьи, то дело труба. Ладно. Подожди. Видишь, в погонах подошёл. Совещаются. Я сейчас подслушаю и скажу тебе всё. Ага. Ага. Что ж ты меня обманул? Чудовище немецкое. Я всё слышал, о чём они говорили. Слушай и ты. Машина. Судья. Тот уж третий день в больнице. С головой чё-то у него. Ударился в троллейбусе. Когда на работу ехал. И вообще. Ты не его машина. А тёти Евойной. Ей, правда, восемьдесят пять на небе, да? Кто ж пенсионеру запретит машину покупать? Вот оттуда, с деревни, тебя лиходей и угнали. А нашли тебя уже в кирпичах. Пьяного. Тьфу. С пьяным прохожим. В салоне. Да позабыли у него данные взять. А теперь не знает, как быть. Знает и этот. В шляпе. Он уж сколько-то отсчитал. А вот и эвакуатор. Счастье, видно, к бабушке повезут. В салон БМВ. Ну, прощай. А вот и мой водил идёт. Старый. Ей ползёт. За мной похоже. На чё смотришь, старый? Смотри, смотри. В землю поплюй. Клесо потрогай. Видишь? Шаровая разлетелась. Люк-то железный. А внучок твой без башки. Не научен хорошим манерам. Хорошо, я быстро ездить не умею. Отвык. А то б е... Ну, иди к этому в погонах. Спроси, сколько с тебя за мой привоз и простой. Рассчитывайся. Да увози меня отсюда побыстрее. Клесо сделаешь. Ещё погоняем. О, чё-то скоро ты вернулся. А ругаешься ты как, а плюёшься. Ну и что ж, а чего ты дворники снимаешь? Чего ты их согнул? Оставляешь меня, что ли? Постой. Постой. Ты чё замер, дед? Не молчи ты. Зачем кирпич взял? Дед. Я всё понял, дед. Я был верен тебе сорок лет. Вспомни всё самое хорошее. Я... Кидай, дед. Прямо в стекло. И прощай. Понравился автор? Понравился рассказ? Ну тогда лайк, подписка, колокольчик. Всё по классике. А мы вам с Сержем Харсаковским ещё. Коммент не забудьте. Тогда будет ещё. Сержем Харсаковским.